Делайте, пожалуйста, пример с 3D-магнетизмом. У меня строительная специальность, с магнетизмом я мало знаком. Могу разве что экранизировать подходящий по теме пример из Elmer Tutorials. Итак, туториал номер 14, магнитное поле, индуцированное переменным током в медном проводе. В составе Elmer в папке «Образцы» для данного примера уже есть готовая сетка конечных элементов. Но я думаю, будет лучше, если мы воспроизведем свою собственную. Для этого переходим во фрикат. Расчетная схема будет состоять из провода и окружающего его воздуха. Провод-цилиндр радиусом 1 мм и высотой 10 мм. Воздух-трубка внутренним радиусом 1 мм и внешним радиусом 5 мм. Выполняем болевое слияние и переходим в МКЕ. Создадим сетку конечных элементов. В ее свойствах для уплотнения сетки в зоне провода ставим количество разбиений кривой 24. Нажимаем «Применить». Для того, чтобы назначить различные материалы и граничные условия, нужно создать группы объединения элементов сетки. Материалы назначаются тела, поэтому выбираем «Солид» и создаем группу для провода и группу для окружающего его воздуха. Хроничные условия назначаются поверхностям, поэтому теперь выбираем «Фэйс» и создаем группу для плюса. Для минуса. И группу для окружающего проводит пространство. Не забываем обновить сетку. Сохраняем ее в формате .unv. Не забываем указать расширение. И переходим в «Элмер». По умолчанию в графическом интерфейсе «Элмер» нет вкладок для электромагнетизма, поэтому сначала их загрузим. Идем в «Файл», «Дефинишн», «Ап Энд». Заходим в «Идеях Экстра». Находим «Магнитодинамику». Открываем. И закрываем «Дефинишн». Вот среди расчетов появились вкладки для электромагнетизма. Теперь загрузим сетку конечных элементов. Она должна состоять из двух тел. Для провода и окружающего его воздуха. И граничных условий для плюса, для минуса и окружающего пространства. Далее проверяем сводку. Сетка получилась в миллиметрах. Мы будем использовать систему СИ, поэтому нужно перевести миллиметры в метры, введя коэффициент масштабирования в настройках проекта. Идем в настройки. Вводим коэффициент масштабирования. И поскольку в примере фигурирует частота и будет задействован частотный решатель, указываем частоту. 100 кГц. Нажимаем «Применить». Добавим расчет. На вкладке «Магнитная гармоника» ставим птичку «Активная». В настройках решателя на вкладке «Линейная система» выбираем итеративный BCG-STAB. Предусловий не будет. Порядок BCG-STAB ставим 4. Нажимаем «Применить». Переходим на вкладку «Магнитодинамика пост». Это решатель постпроцессор. Он создает результаты расчета. Ставим птичку «Активная». В настройках решателя на вкладке «Специфические опции» ставим птичку «Считать напряжение магнитного поля». Ставим птичку «Нагрев джоуля». Наверное, имеется в виду напряжение. Также ставим птичку «Бесконечное тело», чтобы отрезок превратился в провод бесконечной длины. Переходим на вкладку «General». Выбираем «Выполнить перед сохранением». Нажимаем «Применить». Ставим птички «Назначить обоим телам». Добавить. И «Окей». Добавим материал. Возьмем его из библиотеки. Это будет медь. Нажимаем «Окей». Посмотрим, какие его будут свойства задействованы в расчете. Ставим птичку «Назначить его телу провода». Добавить. И «Окей». Добавим. Добавим воздух. Также возьмем его из библиотеки. Ставим птичку «Назначить телу окружающему провод». Добавить. И «Окей». Добавим граничные условия. Первым будет плюс. В примере это «Вольтеч». На вкладке «Магнитная гармоника». Для АВ реальной части пишем 001 вольта. Все остальные составляющие, включая воображаемую часть, пишем 0. Помечаем, что это «Вольтеч». «Добавитьaste». Добавим. И «Окей». Добавим минус. В примере это «Граунд». заземление. На вкладке магнитная гармоника все значения пишем ноль. Помечаем, что это ground. Добавить и ok. Добавим окружающее пространство. На вкладке магнитная гармоника для компоненты 1.2 реальной части и для компоненты 1.2 воображаемой части пишем ноль. Помечаем, что это окружающее пространство. Добавить и ok. Назначим граничные условия элементом сетки. Тут будет плюс, здесь минус, а это окружающее пространство. Сохраняем проект, указав адрес папки, куда будет записан файл с исходными данными и файл с результатами. Все готово к расчету. Создаем файл сиф. Проверяем все ли в порядке. И запускаем расчет. Расчет окончен, запускаем Элмер в ЭТК. Вот наши результаты. Выведем шкалу и посмотрим напряжение магнитного поля для реальной части частоты. Теперь для воображаемой части. Также в векторном представлении можем посмотреть напряжение действия магнитного поля для реальной части. И соответственно для воображаемой части. Надеюсь это видео было вам полезным. На этом все. Дякую за увагу.